Под пристальным вниманием спасателей особая категория граждан, дети, инвалиды, воспитанники отделения дневного пребывания. Донести до них основы безопасности жизнедеятельности, проинформировать о том, как себя вести в случае непредвиденной чрезвычайной ситуации. Такие задачи поставили перед собой сотрудники МЧС города Бреста. В работе с особенными детьми огнеборцы применили индивидуальный подход. Для начала увлекательная викторина на знание азбуки безопасности. Далее фильм для закрепления информации. Такая форма профилактической работы с каждым годом подтверждает свою эффективность. Эффективность ее ощутима. Во всяком случае, по прошлому году мы четко фиксируем снижение количества различных происшествий, пожаров в том числе. А самое главное, конечно, что снижение гибели людей по всем внешним причинам. И на пожарах, и на чрезвычайных ситуациях, и на воде, и другие факты. Сегодня проводится в коллективе особая категория граждан. Они не исключение. Мы тоже хотим, чтобы они тоже относились к данной тематике очень-очень положительно. Ну, со своими помощниками, вне сомнений. Конечно, мы покажем отдельные фильмы. Для того, чтобы было хорошее настроение, попросим наших артистов исполнить несколько концертных номеров. Беседа с ребятами приятно удивила спасателей. Оказалось, дети довольно подкованы в вопросах пожарной безопасности, знакомы с механизмом действия пожарного извещателя. Однако на этом полезный урок от огнеборцев не закончился. Представив внимание подростков в специальную концертную программу с участием брестских музыкальных исполнителей коллективов, МЧСовцы пригласили ребят познакомиться с боевым оснащением спасателей. Продемонстрировали возможности автомобиля быстрого реагирования и экипировку. Показали работу гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Яркой частью мероприятия стало выступление четвероногого помощника МЧСовцев-лаборадора. Совместная работа, которая проводится с Министерством по чрезвычайной ситуации, у нас налажена давно. Это и те занятия, которые у нас проводятся в системе нашей социальной работники, в школе социального работника. И остальные мероприятия, которые мы совместно с сотрудниками по чрезвычайной ситуации осуществляем. Это и проверка жизни наших подопечных, особенно в возрасте, находящихся в среднем возрасте. А также тех подопечных, которые находятся в частном секторе и у которых печное отопление. Это все говорит о том, что непосредственно наше сотрудничество очень плотное. Потому что чем больше мы знаем об этом, тем больше нам говорят какие-то нюансы работники, тем больше мы обращаем на это внимание. Обращение к этой теме крайне необходимо. Она всегда актуальна и требует твердых знаний. Проведя время в компании огнеборцев, подростки извлекли полезные уроки. Выводы, сделанные в ходе общения со спасателями, непременно пригодятся им в будущем. Продолжение следует...